Новая очередная война, если ее огонь действительно разгорится. Самой проигравшей стороной, как это неудивительно, в данном случае опять станет Украина и Киев. Когда находишься внутри танка, вот внутри арматы, ну ясно, что быстрый танк. Просто очень быстро, но огневая мощь поражает. Возникает такое чувство гордости, когда он идет, когда он стреляет, когда начинает пулемет работать. Я не скажу, что у него есть из вооружения, реально можем. Ну а степень защищенности, продуманности от любых видов угроз, конечно, впечатляет. У нас есть все. Вот просто у нас есть все. Какие там люди? Какие там люди? Ребята, какое у нас оружие? Это триумф русского оружия. Это триумф русской армии. Это возрождение России. Мы, мобилизованные войсковой части 71-289, город Сусури, с декабря 22-го года находились на территории Запорожской области, осуществляли круговую оборону города Энергодар. 11 июня 2023 года нас в полном составе сняли с указанных боевых позиций в связи с передислокацией. При этом руководством войсковой части до нас довели информацию, что наш батальон, призванный из Якутии, мобилизованный якутский батальон, призванный из Якутии, мобилизованный якутский батальон будет находиться в окрестностях города Попасне. Однако 17 июня без ознакомления личного состава с боевым приказом нас вывезли в село Клефеевка Артемовского района на линию непосредственного соприкосновения с противником. При этом 14 человек со второй группы под предлогом проведения до наших позиций обманным путем завели на самый передок, где сидят представители разведки. И вот мои люди в составе этих 14 человек находились более 16 часов под постоянным минометным огнем. В результате мы понесли потери 1,200-1,300. В данном населенном пункте, в село Клефеево, мы находились 15 суток, хотя мобилизованным положено находиться максимум 11 суток в оранжевой зоне, а мы находились в красной зоне на самом передке. Представляете, кошмар! Через все эти 15 суток мы находились под постоянным минометным огнем противника. В день по нам выпускалось более 2,000 снарядов. Какие там люди? Какие там люди? Мы не имели возможности укрыться, потому что все позиции, которые были вырыты, они все были уничтожены под минометным огнем противника, а также кассетными боеприпасами и ствольной артиллерией нацистов. Находились мы там без поддержки авиации, артиллерии, не имея нормальных средств связи, потому что рэп противника глушил любые попытки. Наш рэп в это время тоже не работал, что не мешало противнику свободно перемещать свои птички, то есть квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты с целью проведения разведывательных действий по определению нашего местонахождения. Проблема, да, русских существует в том, что они вообще существуют. И поэтому не существовали бы и не было бы никаких проблем. После того, как нас рисовывали птички, по нам на финале бить минометы. Белся почечный огонь. 2 июля 2023 года поступил приказ командира роты старшего лейтенанта Бочкарева на отход. При этом не была организована эвакуация личного состава. В связи с тем отходить пришлось самостоятельно, в пешем порядке. Прошли мы более 30 километров полной амуниции и с оружием. При отходе противник отработал по нам кассетными боеприпасами. В результате потери нашего подразделения уявили. В настоящее время, 6 июля 2023 года, нас снова пытаются отправить в село Клещеево для удержания позиций, которые находятся под контролем украинских нацистов. То есть вы уже допускаете, что победу мы не одержим? Не надо, Виталий Тович, не пугайте, мы только что говорили про заговорочную капитуляцию. При этом командованию во своей части предпринимаются попытки принуждения нас стать добровольцами. Также оказывается психологическое давление и принуждение со стороны командования. Высказываются угрозы расформирования подразделения и отправки личного состава подразделения «Зет» и «Шторм», которые по сути являются штрафбатом. Своих не бросаем. Надо бороться за каждого своего. В связи с этим просим вас вывезти нас на территорию РФ для проведения расследования по факту незаконного отданного приказа на наше фактическое уничтожение. Дата записи. Дата записи. 6 июля 2023 года. Я служил в этой армии. Отцы этих нынешних начальников, это были воры и командиры в мое время, когда я служил. Вот они двинули своих детей и вырастили. Как один человек выразился, произошел ретроградный отбор. То есть дурак подбирал под себя большего дурака в подчинении и выращивал вот эту вот глупую породу. И добились таки своего, что в стране, страна стала без вооруженных сил. Напомним, Министерство нападения РФ возглавляет Сергей Шойгу, который предложил перенести столицу России в Сибирь. Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров. Проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч человек. Лучше до миллиона. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. К сожалению, по известным причинам, имеется в виду распад СССР, проект дальнейшего освоения Сибири был остановлен. Заявил Шойгу, который в интервью журналу «Вокруг света» рассказывал, что из-за безудержного стремления к потреблению, человечество стремится к гибели. «Ты добыл одного кролика и будешь сыт, но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо, а его нужно вначале добыть», — сказал министру, который под Москвой построил дом за 18 миллионов долларов. «Вы не знаете что-нибудь про новый дом в Шойгу, Сергей Кужегедович?» «Ой, 18 миллионов сто, конечно, видели». «Нравится вам?» «Я его не рассматривал вблизи, мне просто не нравится, что он есть за 18 миллионов в Шойгу». «Вы ожидали, что именно в Шойгу могли обнаружить такой дом?» «Вас это удивило?» «На стране можно ожидать от кого угодно, чего угодно». «Как говорится, видимо, Аллах послал». «Хороший дом, конечно, много кто мог бы в нем поместиться». «А вы могли бы позволить себе нечто подобное?» «Да вы что, издеваетесь?» «Но вы же платите министру Шойгу зарплату». «К сожалению, да, но ничего поделать с этим я не могу». «А вам что, жалко, что у него за 18 миллионов дом?» «Ну как-то, мне кажется, что у чиновника не может быть...» «Ну Шойгут у нас один, ну и пусть у него будет дом». «По словам Шольца, именно Путин остановил поставки газа по северным потокам, чем поставил под вопрос 50% снабжения Германии газом». Глава МИД Украины Кулеба официально заявил, Зеленский же в Вашингтон полетел, что Киев готов, далее прямая цитата, «попрыгать и даже поплясать». «Если потребуется это и его попросят сделать это западные партнеры для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления Украины в Союз».